Привет, я Иван, и вы на канале Маэстро Бурбекю. Сегодня будет необычный обзор. На этот обзор компания мне привезла половину своей продукции. Это реально половина. Люди привезли, но прям самые годовые свои товары. Почему я без фартука? У них есть долг фартука. Сейчас отмену фартук и продолг. Честно говоря, даже жалко его открывать. Но ребят сказали, что можешь открывать и пользоваться всем. Я люблю фартуки. Я их собираю. Мне их дарят. Так, фартук кожаный. Довольно-таки легкий, мягкий, удобно будет работать. Для полотенца крепление есть. Сюда можно даже, наверное, пинцет какой-нибудь засунуть. Слушай, что ты смеешься? Мне нравится. Как без шорт? Я в юбке? Повара почему не носят на работе шорты? Потому что когда они одевают фартуку, они становятся как в юбке. Когда мы приезжаем на кейтлинг, я всем поварам говорю, ребята, одеваем штаны легкие, неважно какие. Ну вот сам сегодня попал на эту штуку. Ну, это прикольно. Вот об этом чуде. Начнем, как обычно, сверху вниз. Фонарики антуражные. Потому что гриле Камадо... Что такое Камадо-гриле? Это гриле, которые повторяют японскую печь Камадо. Керамика набирает в себе температуру. Набрал температуру, потом постепенно отдает. Готовит, стабилизирует. Это определенный кайф приготовления. В общем, малыши можно ставить на стол, можно ставить на подставку. Элька, такой средний гриль, который подходит практически в каждый дом. Эмочка, чуть поменьше. Если семья 3-4 человека, отлично подойдет. Икс и Икс Эль. Самый большой гриль. Блин, он реально... Он самый-самый большой. Вот, ну, прям, мне кажется, сюда можно... Баран нельзя, но... А что-то большое можно. Сейчас мы их по отдельности себе подснимем. Я очень хочу отметить, что... Компания, которая все это завозит в Россию, привезла еще кучу аксессуаров. Смотрите, какой классный ВОК. Ну, прям, вот, крутой ВОК, в котором можно готовить быстрые блюда под высокой температурой. Вот, в такой вот конусный отсекатель. Я называю его конусный отсекатель. Кто-то его называет Вортекс. Разные названия. В общем, этот аксессуар существует для того, чтобы концентрировать всю температуру в одной точке. Вот, например, под ВОКом. Либо запечатывать стейки. Очень удобный аксессуар. Всем рекомендую. У меня куча эмоций. Так, ну, давайте покажу, что мне очень сильно понравилось. Аксессуар для приготовления на пару всяких японских там блюд. Формочка для гёдзы. Гёдзу можно прям лепить. Все идет в комплекте. Памбуковую штуку ставите на гриль, и все готовится. Блин, ну, удобно. Нереально круто. Когти есть. Что это? Ростер для куриц. Керамический. Сюда наливаете какую-нибудь же кастероматную. Можно налить какой-нибудь апельсиновый сок, добавить туда розмаринчика, насадить курочку, и будет вкусно. А можно залить сюда яблочный сок, добавить туда чесночка, и насадить утку. Тоже будет очень вкусно. В общем, напитывайте вашу еду ароматами, добавляйте сочности, и птица будет вкусная. Так, это коробка для запекания всяких конечностей птиц. Под куриные ножки, да? Вот, собрали, коли не насадили, и вот вам куча лули-попсов и еще чего-нибудь. Керамические грили, для которых существует, не существует, а в России уже есть куча аксессуаров. Очень крутая вставка для пиццы. Прям нереально крутая, мне очень нравится. Вот с такой задвижкой, которая понятно и удобно двигается. Внутри лежит камень для пиццы, и еще в эту вставку можно установить вертел. Какую-нибудь курочку гриль, подкопченную, либо просто растомленную сделать на вертеле. Но вот в этот гриль, кстати, в месяца две курочки гриль, вниз картошечку, будет идеально. Я всегда всем говорю, что дело в мелочах, да? Какую-то крупную вещь человек может изобразить, сделать лучше всего. А вот мелочи, например, щетка с деревянной ручкой, ну это круто. Да, дорогая, да, дороже, чем конкурент, но она реально крутая. Щетинок очень много, упругая, я думаю, ломаться не будет. И главное, деревянная ручка. Ну, когда готовишь, приятно же в руку взять что-то тактильно приятное. Еще одна мелочь. Ну, казалось бы, да, есть луфлайтеры, все, что хочешь есть. Ну, есть вот такой аксессуар, трубка, с помощью которой можно раздуть угли. Да, вот так. Чувствуете? Витер. Вот об этой штуке я расскажу чуть позже, не переключайтесь. Я сейчас буду готовить, буду ее использовать. Книжки. Совершенно другой подход к барбекю. Не к которому мы привыкли мы, а совершенно другой японский подход. То, как готовят в Японии. Я себе две уже взял. Отсекатель жара. Вот эту штуку мы сегодня будем использовать. Я очень приятно удивлен, насколько крутая вещь. Шприц, казалось бы, шприц, но упакован. Как упакован? Его можно таскать с собой. В наборе три иглы. Всякие чиселки. Сам шприц из металла. Набор запасных прокладок. Чехлет. И что самое главное, в чехле не какой-то поролон, а что-то такое прорезиненное. Все хорошо крепится, но прям огонь штука. Мне очень нравится. Ребята молодцы. Привезли кучу грилей, кучу аксессуаров, книжки. Не знаю, вот все, что хотите есть. Ребята еще заморочились и притащили уголь. Во-первых, ароматный уголь. И что самое главное, они привезли уголь, который не имеет никакого запаха. Абсолютно нейтральный, чтобы максимально подчеркнуть вкус продукта. Тоже сегодня буду использовать, чуть позже в нашем рецепте. Перчатки кожные. Но я сказал, ребята, а вот мне нравятся перчатки вязаные. Ну, мне так больше нравится, они сказали, есть. Просто не привезли. Привезли в Россию, не привезли ко мне. Специи вот в таких крутых стеклянных баночках. Вот они делятся на три части. Это все, что я успел изучить. Первое, это специи. Что-то посыпать, что-то обсыпать. Второе, это сухие маринады, они же рабы. Можно, кстати, растворить. И третье, это специи для копчения. Добавлять либо вместе, а вместо щепы, либо вместе со щепой. Прямо вот-вот на угли. И будет совершенно обалденный аромат. Вот тут я вижу зернышки кориандра, можжевеловую ягоду. Я вижу здесь розмарин. Прямо все очень круто. Видите, этикетки еще не переведены. Мы прям первые-первыхые, кто это взял в руки. Все упаковано хорошо. Не теряет свою ароматику. Меня, кстати, на канале обвинили в том, что я не обозреваю все, что происходит в мире барбекюр. Комментарии, я считаю, что хорошие. Мы это учли. Поэтому вот начинаем с керамики. Кто из производителей будет приезжать, будем снимать обзоры, все рассказывать, все показывать. Мне просто не позволяет мой карман покупать все, что происходит сейчас в мире барбекюр. Барбекюр на российском рынке. А поверьте, рынок за последний год очень сильно вырос. И вот яркий пример ребята, которые привезли. Мне хочется уже взять один из этих грилей и начать что-то готовить. И в процессе рассказывать, как ведет себя грилик. Что удобно, что неудобно. Но, в общем, сейчас в России уникальная ситуация. Приходят новые бренды. Мир барбекюр развивается. Был комментарий, в котором сказали о том, что я мало обозреваю. Ребят, раньше нечего было рассказывать. Было несколько производителей. И все. Сейчас приходят новые. Комментарии, считаю, очень полезны. Большое спасибо. Мы на канале будем стараться обозреть. К сожалению, у меня не такой большой карман. Я не могу покупать много грилей. Когда будут производители приходить к нам на обзор, мы с Лешей это будем делать. С удовольствием вам рассказывать. Вот эти два малыша. Это то, о чем я давно мечтал. На прямоугольном есть еще такие металлические бруски. Можно прям жарить на шпажках. Регулируется с двух сторон. Каждая половина отдельно. Но это прикольно. А есть еще круглый вот такой. Тоже регулируется подача воздуха. То есть мощность. Это можно поставить на стол. Это будет смотреться очень-очень круто. Сидите там кусочки ваги обжаривать. Еще что-то. Вот у меня к вам вопрос. На какой снять обзор? Могу себе позволить только на один. Либо круглый, либо прямоугольный. Напишите в комментарии, какой снимаем. Ну там через какое-то время. Вот круглый или вот такой. Лёг, ты за какой? Я вот за тот. За квадратный. Мне тоже больше квадратный нравится. Давайте на примере Эльки. Элька он же large, большой. Покажу все внутренности. Они примерно у всех одинаковые. Просто разные размеры. Когда грин новый, хочется аккуратненько-аккуратненько зажечь его. Убираю проставку для пиццы. Вот видите, прорезь. Это специально для вертела. Камень для пиццы идет в комплекте. Ну так же как и моторчик. Дальше у нас идет решетка, которая разделена на две части. Очень удобно. Можно поставить в посудомойку. Можно одну поставить сюда, а вторую поставить вниз. И смотрите. Отсекатель также состоит из двух частей. А это прямо у родной комплектации, да? Да. Подставка для решетки, в которую вставляется. Сюда можно поставить отсекатель, а можно вставить вок и готовить в воке. И вот смотрите. Здесь стоит корзина для углей вот с таким разделителем. Здесь можно разделить зону. Вот здесь горят угли. Здесь решетка с отсекателем. Отсекли. Все пошло сюда. Ну, мне кажется, очень удобно. Иногда насыпешь углей, и они пересыпаются на эту половину. А тут решили таким образом. Внизу нет никакого колосника. Здесь металлическая вставка. Зольник взяли и выкинули. Очень удобно. И внизу вот как раз таки сделано все, чтобы правильно поступал кислород для горения. Внутренняя чаша сделана из лепестков. Это очень удобно. Когда он будет нагреваться, каждый лепесток будет расширяться, и ничего не треснет. Мне кажется, одно из самых удачных решений. Да и вообще, вот зольник, для меня это очень круто. Взял, выкинул. Раньше, когда у меня был другой керамический гриль, мне приходилось все сметать, через вот это вот окошко все убирать. Неудобно. Залез, выкинул, все чисто. Вот, возможно, конфигурация. Здесь отсекатель. Над отсекателем стоит, у вас что-то запекается. А вот здесь что-то в режиме жарки. Например, какие-то быстрые закусочки пожарили, пока вот здесь стоит маленькая лопатка ягненка. Мне кажется, очень хорошее решение. А за счет вертикальной тяги запахи не будут смешиваться, и все будет иметь свой уникальный спирс. А знаете, что первое я сделал, когда увидел эти грили? Мне рассказывали, я сказал, подождите, мне интересно, что это такое. Это, ребят, это окошко для того, чтобы подсыпать те же самые специи, которые я вам показывал для копчения, или, например, щепу. А можно просто пеллеты какие-нибудь дубовые для придания дымного аромата. И специально вот такая лопатка набрали, засунули, высыпали, и у вас идет аромат. Ну, щепа же прогорает, там полчаса прошло, добавь еще, добавь еще. Все зависит от того, насколько сильно вы хотите прокоптить свой продукт. То есть залазить сверху и добавлять что-то в керамическом гриле прям совсем неудобно. А эти ребята сделали очень крутой девайс в виде вот так, ну, она прям стилевого, да, выглядит? Прям удобно в руке лежит. И самое главное, это окошко. Прям взял, засыпал. Закрыл. И все работает без потерь. Уплотнитель. Металлический. Металлический, на мой взгляд, живет намного дольше, чем войлочный. С двух сторон прижимается максимальная герметичность. И вот сейчас я покажу то, что очень хорошо будет работать в нашем центральном регионе. Это вот такая вот крышечка. Она не сдвигается. Под ней находится регулятор верхний. С помощью вот этих лепестков вы регулируете температуру прям с точностью до нескольких градусов. Но когда вы вот так вот отодвигаете, у вас гриль работает с максимальным разгоном. То есть он быстро разгоняет угли, нагнетает температуру, и керамика быстрее прокрывается. Зачем нужен вот этот козырек? У нас часто идут дожди или снег. Это сделано для того, чтобы когда вы полностью открыли, или лепестки открыты, туда не попадали атмосферные осадки. Мне кажется, очень удобно. Термометр очень удобный. Также Цельсий и Ференгейт. Ничего нового. Но очень приятное цветовое решение с подсказками. Такие пастельные тона. Желтый, такой оранжевый и красный. Копчение, запекание, жарка. И вот первый раз такую зону вижу. Dangerous. Опасность. То есть не надо раскалять его максимально. Зажигаем гриш. Открывается легко. С правой стороны распутываете, развязываете первую петличку. И легко все вскрывается. Так, посмотрим факты. Да, Лев? У нас же любят все свешивать все. Масло окунуть. Вот идеально. Смотрите. А ты достань, а ты... Вау! Разная фракция дерева. Это тяжелое дерево, плотное. Вот это легкое. Будет много аромата. Разжигать буду с этой стороны. Нужно приготовить тот продукт, который чаще всего вы едите семья. Вот у меня чаще всего едят свинину. Поэтому первое, что мы здесь делаем, это рваную свинину из лопатки. Сейчас разожгу, он согреется, а я тем временем займусь лопаткой. А разжигать буду с помощью вот такой вот коробочки. Тут лежат проснорой, называется ежики. Но называется, научное название, древесные роллы. Горят хорошо, разжигают практически все. У нас плотный твердый уголь, поэтому используйте хорошую рожу. А вот сюда его. Вот сейчас крышку не буду накрывать, потому что хоть ежики, они из всего натурального, там дерево и натуральный парафин, но все-таки я не хочу, чтобы минимум этого запаха вошло в керамику. Поэтому при рожиге держите крышку открытым. Ежик прогорит, крышку закроем, покажу, как дальше действовать. А я пошел за лопатки. Возьму темное пенное. Ой, как запахло прям. Есть специальные специи для шприцевания. Но за основу взяли пенное, туда высыпем специи, все хорошо перемешаем и прошприцуем. Такую штуку, ну, мы вот так. Две столовые ложки специй перемешиваем. Сейчас отделю рульку и вот эту вот лопаточку отправлю туда. Часиков так на пять, на шесть, чтобы она растомилась. Получилась рваная свинина, там, кстати, когти есть. Прямо разорвем. Ну, даже не знаю, как это назвать, но это будет очень вкусно, смотрите. Когда не знаете, как отделять рульку. Возьмите вот так вот, покачайте. И вам станет понятно, где находится сустав. Начинаете отделять рульку. Снимаю шкуру. Свинину искал домашнюю. Шкура прям дубовая. А палина не та, как на заводе. Пишите все время, да что ты заводское мясо ешь. Поэтому, ребята, вот нашел максимально аутентичное мясо. А шкуру, видите, вот тут такой уголочек идет, он не совсем правильный. Поэтому я вот этот угол просто срежу. Чтобы все было максимально правильное, кусочек должен быть обтекаемый. Чтобы дым нигде не застаивался. Петры уже не настоялись. Беру чудесную коробочку. Шприц. Тут три иглы. Короткая. С такими боковыми дырочками. Длинная. С одной большой дыркой. И длинная. С множеством дырочек. Она для ленивых. То есть для меня. Но сегодня я буду использовать с одной дырочкой короткую. Для того, чтобы максимально прошприцевать ногу. Во все стороны распределить ароматы вот этого раствора. Набрал. Я знаю, что кость идет у меня вот так. И иду вдоль кости. Нажал, вытащил. И вот так в разные стороны. Набрал. Мариновать. Ну сколько времени понадобится, чтобы промариновать такую лопатку. Неделю. Нужно будет использовать нитритную соль. Поэтому я совершенно спокойно все шприцую. И шприцевать важно раствором, который не горячий. Если вы решили так называемый туз лук сварить, варите. Но обязательно его остудите. Для того, чтобы вот в местах, куда вы укалываете, мясо не варилось. А так мы придаем сочность, аромат и вкус. У нас ничего не варится. А, давайте покажу, как это все происходит. Давай, Леша, покажем. Я вот так втыкаю, нажимаю. И пропитываю мясо. Потом чуть поднимаю, поворачиваю в сторону, опять. Еще в другую сторону. И таким образом я напитываю весь кусок с обратной стороны так же. Теперь беру салфетку и удаляю всю влагу, которая вышла. Это лишняя влага, которая не поместилась. Она будет только мешать. Неправильно ляжет дым. А нам это не нужно. Беру теперь другую специю. Это раб сухой для того, чтобы обсыпать. Вы знаете, еще специи немного слежались. Это говорит о том, что всяких ешек вредных там нет. То есть натуральные. Мне очень нравится. Такие есть еще у моего очень хорошего товарища, который в Питере живет. Вот он так же делает. У него тоже нет ничего лишнего. Так, соль. А соль какая-то необычная. Копченая. Блин, ну, соль, соль. Копченая, копченая. Я люблю посолоней. А теперь самый прикольный аксессуар. Смотрите. Ставишь вот так. Огонь. Берем щипу. Ну, сейчас немножко возьму, просто чтобы показать, пока открытый гриб. Открываю окошко и смотрите. Вот так добавляйте щипу. И она начинает дымить. Сразу поставлю сюда отсекайки. Для того, чтобы гриль горелый. Корзину вот эту проще опустить, чем собирать все это по очереди. Устанавливаю. Вот так. Закрываю крышку гриля. Теперь смотрите. Нижнюю. Первое, что делаю, это закрываю сеточку. Для того, чтобы ничего не вылилось на мой деревянный пол. И не загорелось. Так открываю. Мне нужно, чтобы в гриле было 130 градусов. Гриль прогрелся. И не я поймал эти 130 градусов. В зоне смоук, то есть копчения. Сейчас беру лопатку и закладываю сюда. Вот прямо вот сюда. И закрываю крышку. Специи для копчения, которые я вам показывал. Блин, ну понюхать, пахнет. Прям пахнет. Какой-то пряной баней пахнет. Очень-очень вкусно. С помощью трубки отправляю на угли. Так вот, поворачиваю. И я уже чувствую, пошел аромат. Леш, вот-вот-вот. Вот он аромат. Ловите, ловите. Вот этот аромат пропитывает сейчас все мое мясо. И еще добавлю немножко щепы. Закрываю. И вот так пусть стоит 15 минут. Через 15 минут еще добавлю. Для того, чтобы максимально дать запах. Потому что в самом начале, когда мясо еще не нагрелось, оно впитывает максимальное количество дыба. И вот сейчас образовывается то самое копченое кольцо. Или кольцо копчения. Это такая вот красная полосочка вокруг всего куска мяса. Будет очень вкусно. И далее. Ну, прям копчение льго вместе со специями. Сумасшедший аромат мяса. Ну, такой подкопченый. Сейчас добавлю еще немножко щепы. Просто, чтобы вам показать. Тогда очень важно было в закрытом контуре все держать. Для того, чтобы дым шел на мясо. А сейчас я могу позволить себе сделать вот так. Вот, видите? Я только добавил, сразу пошел дым. Опрыскивать или не опрыскивать. Мясо довольно-таки жирное. Поэтому его опрыскивать не нужно. Еще, видите? Я его срезал аккуратно. Ничего не пересыхает. Косючек. Сейчас травки еще чуть-чуть. Добавлю кориандр, ореганош. И оно все влажное. Оно дает все свои масла, мясо. Блин, ну, ребят, ну это нереально. Закрой, чтобы не портить копчение. Я щепу добавлял каждые 20 минут. Ну, смотрю, дым прекращает идти. Я еще немножко подкину. И это получается довольно экономично. Ну, может быть, ушла вот такая вот горстка на 2 часа копчения. Ну, и травок чуть-чуть добавлял. Они, кстати, имеют очень приятный аромат. В общем, еще 2 часа ждем. Потом завернем, растушим, разорвем. Сделаем офигенные сэндвичи из кукурузных лепешек. Будет очень-очень вкусно. Не уходите. Ну, все, пора заворачиваться. Мясо уже 70 градусов. Но надо его растомить. Совсем-совсем растомить. Поэтому вот так вот. Я вот сделал сначала коротенькие такие вот. Для того, чтобы сделать такую чашу. 100 миллилитров яблочного сока. Да, блин, давайте 200. Аромат мяса просто сумасшедший. Отправляю вот сюда. Самый дорогой ресурс в нашей жизни – это время. И время можно и нужно экономить. То есть я создал максимальный вкус. Я догнал мясо до 70 градусов. Оно все прям вот, все, что можно, получило от этого гриля. И теперь нужно ускорить процесс. Я для этого завернул, чтобы лишняя влага не уходила. Теперь поднимаю температуру. Легко до 180 градусов, чтобы еще за два часа эта свинина дошла до того состояния, когда я просто возьму плечевую косточку и вот так выгляну. Показываем, что делаем. Теперь беру вот так вот. Открываю и открываю вниз. Тем самым я увеличил приток кислорода. Угли будут прогорать сильнее, температура повысится, а мы сэкономим с вами время. Вы помните, как в одном фильме было… Вы не обижаетесь, но я вам сейчас одну умную вещь скажу. Так вот, эта умная вещь – барбекю – это не про время. Барбекю – это про температуру. Проверим температуру. Ой, аромат стоит сумасшедший. Смотрите, вот что я говорил. Гриль должен забрать свой первый запах. Вот это вот первый и основной запах, который будет преследовать этот гриль все время существования. О, Лешка, нам еще с тобой тут часа два. Ну, 90 надо, чтобы рвалось. Я боюсь, что еще полтора часа. 90. 94. В любом случае, можно доставать. Пусть отдохнет. Вот так вот и сделает. Насколько это вкусно, сочно. Ну, это просто… Мне кажется, это… Ну, смотрите, мясо, прям, разваливается. И нужно отдохнуть буквально полчасика. А я пока за это время подготовлю все, чтобы приготовить этот чудесный кусок мяса уже в блюде. Я… Это сок от мяса. Мясо пусть немножко остынет, но все-таки ковыряться в 93 градусном мясе. Ну, такое себе развлечение. Надо тонко, нужно прям такие, миллиметров по три толщиной. Отправляю в полусферу. И заливаю хорошим винным уксусом. Главное, натуральным, чтобы это было вкусно. И пока я сейчас все буду собирать и подготавливать, уксус подмариную. Ну, давайте сделаем то, что лучше всего делать с рваной свининой, порвенной. Для этого и специальные когти прям новенькие. Вот так. Видите? Оно горячее, еще поджигает. Ой. Ой. Все отваливается, все хорошо. Самое вкусное вот здесь. Инулось еще сок в копчении. Вот оно, вы видите, вот красное. Прямо по волокнам. Ирвать нужно обязательно в этом соусе, в котором мясо томилось. Тогда это будет максимально вкусно. Я буду убивать. То есть мы придали вкус с помощью пива и специальных специй для инъекций. Все это прошприцевали. Добавили вкус. Теперь все это насыщается соусом. На низ беру тертую моцареллу. Вот так вот. Сыр для того, чтобы это склеить, немножко оттенеть. Но основное у нас мясо. Поэтому не жалейте. Пусть будет много. Тем более у нас целая лопатка прогрель. Сейчас появилась куча керамики на рынке. Блин, она как маказистая какая-то. Вот знаете, такая непонятная, блестящая. А вот тут такой прям мужицкий дизайн. Черный, не особо блестит. Хром. Вот эта штука для подкидывания щепы. Ну, вообще огонь. А вот эта травка для копчения. Ну, и главный аксессуар. Ребят, к этим грилям куча аксессуаров. Это не может не радовать. Это забот о своем потребителе. Берем хороший соус барбекю. И поливаем. Ордж. Выбежишь. Да, это бывает. У меня остренький. Почему много мяса? Не жалейте. Сейчас мясо впитает в себя лишний соус барбекю. Ничего не растечется. С сыром, с лучком прям будет огонь. Теперь беру чеддер. Зелень. Какую-то халапеньо. Что-то еще. Но мне кажется, вот так будет лучше всего. И ничего не надо больше. Вот прям вот так и все. И вот вообще ничего. Крышка тоже горячая и отдает тепло. Нам не надо переворачивать лепешку. Она запечется. Буквально 3 минуты и снимаем. Этого времени вполне хватило, чтобы все растаяло, прогрелось. И мы получили гениальный результат. Получилось вот такое замечательное вкусное блюдо. Сытное. Для большой компании будут есть дети, девушки, мужики. В общем, всем рекомендую. Ссылку на эти гриль, на этого производителя, все, что он завозит, будет в описании. Ну, а вы пишите лайки, ставьте комментарии. А мы пойдем с Лехой это пробовать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok